Микс Ньюс Ну вот, не так давно я услышала такую фразу, определение, скажем так, о том, что культура – это так называемый социальный лифт, то есть культура – это живопись, музыка и литература в том числе. На ваш взгляд, так ли это? Согласны ли вы с этим определением таким? Ну, с одной стороны, я могу с вами согласиться с этим определением, поскольку культура сама по себе не существует, она имеет смысл только если она адресована в общество, она направлена в общество, если она социальна по своей природе, поэтому, конечно, да, то есть в данном случае вы абсолютно правы. Да, и то, что вот на ваш взгляд, что мешает человеку иногда зайти в этот социальный лифт? То есть, почему, например, не возникает иногда у людей искать ответы, ну, в той же литературе, например? Вы задаете такой сложный, действительно сложный, философский даже, может быть, вопрос, сложный, особенно для понедельника, как вы правильно сказали. Мне еще трудно судить, скажем, об этой ситуации в целом, поскольку лично для меня, а человек может рассуждать только со своей точки зрения, без литературы, без культуры, без, может быть, если говорить конкретно, например, без театра, я свою жизнь не представляю. И действительно возможность пережить многообразный, в том числе и социальный опыт, ничем не рискуя при этом, да, погружаясь в мир, выдуманный, вымышленный мир художественных произведений, это просто шикарная возможность, для меня в частности. Почему не для всех этот опыт необходим, востребован? Трудно сказать. Наша задача как раз-таки привлечь к этому опыту, показать, насколько это прекрасно, насколько это действительно ценно, может быть, для человека. У меня сразу вопрос под спудом, потому что очень многие родители сталкиваются с обычным детским вопросом. А зачем читать? Вот на ваш взгляд, зачем? Конечно, и для получения знаний, для получения информации никто это не отменял, но, наверное, в большей степени это важно для развития человека, в частности, для развития его мозга. Знаете, исследователи не гуманитарии, а как раз-таки исследователи-физиологи говорят о том, что даже полученную информацию в школе и в университете мы забудем, очень многое забудем, оно не будет востребовано. Но вот те связи, которые установились в нашем мозгу, они бесценны, они как раз-таки позволят нам в этом мире существовать и быть очень хорошими профессионалами. Чтение как раз-таки вот эти связи, эти ниточки, оно создает. Но все-таки эти связи, они с детства формируются, так или иначе? Конечно, конечно. Тогда вот сразу следующий вопрос, потому что я сейчас, например, у меня дочка пошла, она в школе, да, и, соответственно, она получает чтение, обязательно литературу на лето, я посмотрела, я ужаснулась, потому что им задали, например, Лесковый, допустим. Я его читала, хорошо, но это было, там, условно, 30 лет назад. Сейчас мы же понимаем, меняется литература, появляется новая литература, а в программе все то же самое. И поэтому ребенок, там, 21 века, поколение Z, условно, должно читать вот про Муму группу. Ну, хорошо, Муму еще ладно, там из этого хоть мемы можно сделать, да? А тот же Лесков, они не понимают этого, им неинтересно. Вот нужно ли объяснять и заставлять, потому что какой-то культурный код, или нужно нам быть более гибкими и все-таки менять, там, список этой литературы, добавлять туда что-то, что-то выкидывать оттуда? Как бы жалко это не было. Нет, обязательно. Вообще гибкость – это самое, наверное, востребованное качество для современной личности. И в этом смысле я думаю, что наши дети, поколения, которые вот младше меня уж точно, они более гибкие, чем я, и это очень хорошо. И в этом смысле мы должны к ним подстраиваться. А то, что литература не остановилась на, там, 19-м или даже 20-м веке, я, особенно, наверное, я, как человек, который занимается в том числе и современной русской литературой, я только за это, чтобы списки обновлялись, чтобы появлялись новые тексты, чтобы действительно появлялась литература, которая, ну, в том числе и понятна, и по языку понятна, и по проблемам понятна, и по героям понятна. Хорошо, если учитель сможет установить вот эти ниточки, провести параллели между тем, что волновало людей, там, в 18-м, 19-м веке и сегодня, да, если он покажет, как в современной литературе, вот, отражается тот же Лесков или тот же Тургенев, да, или тот же Достоевский. Но есть ведь фундаментальные произведения, вечные произведения? Есть, конечно, есть понятие литературного канона, национального канона, мирового канона, да, то, что читает, собственно, не только там русский человек, да, читает вообще человек этого мира. С этими текстами, я думаю, познакомиться стоит. Хороший вопрос, понимаете, для меня, например, безусловная ценность – это Достоевский, я действительно люблю этого писателя, вот, но я до сих пор не могу найти ответ на вопрос, вот, как его читать, там, 14-15-летнему ребенку. Ну, то же самое можно сказать про «Войну и мир», да, Анну Каренину, Толстого, да, то есть, скажем, в 25-30 лет ты воспринимаешь это совершенно иначе, в 15 лет прочитать «Баталии Толстого» в двух томах – это довольно сложно, и, тем не менее, все равно это дается в школьной программе. Вот, на ваш взгляд, это правильно, хотя будут знать, хоть в кратком содержании, или нужно оставлять такие произведения уже на собственный выбор? Выросли, прочитали? Ну, знаете, тут тоже возражение, а прочитают ли, да, узнают ли, хотя бы на уровне нескольких страниц, да, подойдут ли к этому автору, может быть, знакомство, пусть и не полностью, но хотя бы частично, оно носит такую рекламную функцию, да, вдруг когда-то вот вспомнит и прочитает полностью, вдруг какая-то надежда, надежда есть. Знаете, я говорю тоже своим студентам, что чтение полезно, ну, вот, в любом его виде, даже если то, что написано на заборах, читается, да, это уже тоже хорошо, пусть читают. Лишь бы читали, да? Лишь бы читали, да, в том-то и дело. Поэтому, конечно, идеально, если бы прочитали, да, не только про мир, но и про войну, хотя мы с вами, наверное, рассуждаем вот как, в данном случае, девочки, потому что я знаю молодых людей, которые с удовольствием прочитали как раз-таки военные страницы. Нет, я читала военные страницы, я два раза читала военный мир, я это считаю своим личным рекордом просто. Зачем вообще людям идти на филологию на русскую? То есть, насколько она сейчас актуальна, насколько она сейчас востребована? Может быть, тут, может быть, и про филологию просто хоть нужно сказать, и про русскую в частности. Почему на филологию, да, или почему на факультет гуманитарный? Ну, во-первых, если вы по своей природе гуманитарий, а не технарь, да, если у вас призвание такое, да, заниматься, собственно говоря, вот на нашей профессии, преподавать, создавать тексты, работать в медийном пространстве и так далее, и так далее. То есть, тут действительно достаточно широкий спектр возможностей, которые мы понемножечку, вот тоже, скажем, намечаем эти пути уже даже в бакалавской программе, предлагая там курсы по редактированию, там уже по переводу, по преподаванию, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть, если вы не физик, а лирик, то понятное дело, что нужно следовать своему призванию и приходить к нам. Второй момент, это, кстати, тоже связано с филологией в целом, вы знаете, даже, может быть, стоит прийти на какую, освоить какую-то гуманитарную специальность, даже если вы и не гуманитарий по природе. Почему? Я уже знаю, что существует такое мнение и поддерживаю его, допустим, в Японии, в Соединенных Штатах, с охотой принимают на работу людей, у которых два образования, одно из которых гуманитарное. То есть, как раз-таки гуманитарное образование дает очень необходимые в этом мире не вот эти hard skills даже, твердые, жесткие навыки, а soft skills. То есть, это умение работать в команде, это коммуникация, это определенный эмоциональный интеллект. Вот, кстати, мы с вами говорили, для чего читать. Вот он формирует, в том числе чтение формирует эти навыки эмоционального общения с людьми и так далее, и так далее. То есть, такие специалисты, у которых есть одно из образований гуманитарное, они просто на расхват. Почему русская филология? Ну, во-первых, если есть интерес, прежде всего, к славянским языкам, литературам, то это, конечно, к нам. И, кстати говоря, если мы посмотрим, например, на количество студентов на нашем факультете, то мы уступаем только английской филологии. Так что, само уже количество студентов показывает интерес к нам. Ну, как понять, что это именно твое признание? Тут нужно упорство все-таки, или талант виден сразу, как вот на ваш взгляд, и это легкий путь? Вы знаете, путь, любой путь нелегкий, и тут, получается, по-разному. Кто-то, конечно, понимает сразу, что пришел не туда. Ты на первых курсах. Да, на первых курсах. Но, тем не менее, все-таки студент приходит, абитуриент приходит. Приходит, приходит, конечно. Порыв есть, сердце подсказывает, что идти нужно, и в итоге оказывается, что это не та профессия, в которой он может показать себя. Такое тоже случается. Вы знаете, что могу отметить, исходя из опыта последних лет? У нас вот в последние годы определенным образом формируются новые группы. Это примерно половина тех, кто только что закончил школу. Ну, и девочки, и мальчики, которые вот любят читать, любят изучать языки. Кстати, хотят получить образование на русском языке. Что уж тут скрывать-то, это тоже определенный довод, почему нет. А вторая половина, это те, кто уже попробовал себя в другой профессии, в другой специальности. Они постарше, и они приходят уже осознанно. Они понимают, что в свое время не рискнули. Знаете, родители говорят, ну куда тебе на русскую филологию? Юристом будешь. Да, юристом, экономистом будешь. Экономистом. Да, лучше же, чем филологом. Вот, тем не менее, призвание победило. Есть у нас звонок, надевайте, пожалуйста, наушники, мы примем его, вот только что он был, да. И перезвоните, 612-12-93-9, и 612-13-93-9, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Вы знаете, вспоминаю одну из миниатюр Хазанова, значит, он говорит, там в миниатюре так было, что я за свою жизнь две книжки прочитал Муму и Аня Каренина, и то, не помню в какой из них, мы дирачим свою собаку под паровоз бросим. Вот, так вот, у меня случилась такая вещь, я с человеком-выпускником русской школы, и это первое высшее образование у нас там сейчас есть, спросил, кто такая Анна Каренина? Он сказал, писательница, наверное, вот. Вот, вы понимаете, то есть человек уже с русской школы выпускниками заранее давали. И я что еще могу сказать, что я не знаю, вот, как вот, ну, мне кажется, что вот Муму, вот это вот, это обязаловка, чтобы все прочитали, ну, чтобы знали, как тогда жилось, да. Вот, мне так кажется. Да, у вас будет вопрос какой-то, или вы просто хотели прокомментировать? Да, не будет, если можно, я еще скажу одну фразочку, и я там две виноваты. Мне кажется, что сегодня, если, скажем, кто-нибудь из русских, русскоязычных, будет пропагандировать современную литературу, то я, скажем, думаю, что Захара Прилепина никто не прочитает, а ведь это тоже часть нашей русской жизни. Всего вам доброго, спасибо. Да, спасибо вам, спасибо вам за звонок. Ну, вот такой комментарий от нашего радиослушателя о современных классиках. Есть ли среди нас живые классики, или для того, чтобы действительно по достоинству оценить какого-то писателя, вот, на ваш взгляд, должно пройти время, какой-то период, чтобы посмотреть на него уже другими глазами? Ну, для того, чтобы действительно обрести статус классика и классики, время действительно надо. С другой стороны, существуют такие социальные институты, которые определяют, достаточно, кстати говоря, точно определяют статус современных писателей, выдавая им очень такие престижные премии. Например, премия Андрея Белого в статус классика уже возвела Владимира Сорокина, да, вот, ну, например, да. Вот, трудно сказать, опять же, невозможно просто сказать, кто из современных будет читаться через сто лет, тут точно не рискну, вот, но, тем не менее, есть целый ряд авторов, ну, собственно, которые уже сегодня в какой-то степени каноничны. Ну, насчет Захара Прилепина не скажу, да. Так, еще у нас был звонок, но я, кстати, хотела вас спросить, поскольку наш радиослушатель вернул нас к литературе, вот, если говорить о детстве, да, мы говорили о формировании, и когда у нас докладывается, естественно, какая-то любовь к литературе в том числе, мне кажется, что сказки формируют нас так или иначе в детстве. Вот, стоит ли их перечитывать спустя время? Вот я, например, совсем недавно перечитала «Волшебник изумрудного города», и если раньше для меня Гудвин был могущественным волшебником, то сейчас меня посетило такое разочарование, поскольку я поняла, что он просто обманщик. Вот насколько это необходимо уже, ну, в зрелом возрасте, если так можно сказать, перечитать то, что в детстве на тебя произвело впечатление? Я могу только поддержать вас. Перечитывать, может быть, из-за такого веления души у меня желания не было, но я перечитывала детские произведения, когда писала учебники для 4-го, 5-го, 6-го класса. И я точно знала, что вот одно из своих любимых текстов, один из любимых текстов, мне нужно включить. Перечитав, меня постигло такое же глубокое разы. Это какое? Что это за текст? Да, вот оставлю, да, не, не. Ну вот, а с литературом скажите потом, просто же любопытно. Хорошо, да, хотя бы мы будем знать. Поэтому тут точно очень сложно узнать, войдешь ли ты дважды в одну и ту же воду. Да, иногда получается, да, вот какие-то воскрешаешь свои эмоции и получаешь удовольствие. Но чаще всего, я думаю, пусть это лучше останется в такой вот памяти. Ну, читать новое, да, перечитывать. Хотя есть тексты, которые стоит перечитывать. Но сказки, ну, с детьми-то, наверное, перечитываем, да, тоже получаем от этого радость и удовольствие. Вот мы как раз говорили о том, что на филологии идут те, кто хочет связать себя в том числе и с медийным пространством. Конкурируете ли вы в этом вопросе, например, с пиар и маркетингом, который, в общем-то, затачивает как раз под работу в медиа, да? Мы сейчас все понимаем, что без продвижения и так далее тоже, в общем-то, половинка на серединку. Или у вас совсем разные программы, идут совершенно с разными целями? Программы, разумеется, разные, да, поскольку все-таки наша программа академическая, филологическая программа, она на это, если говорить, в основной части она на это и настроена, на изучение истории литературы, истории языка, современного состояния языка, конечно. В какой-то степени мы пересекаемся как раз-таки в том, что мы называем модульными специальными курсами. Вот тут мы предлагаем целый ряд курсов, которые, ну, помогают, опять же, на мой взгляд, помогают в этом медийном пространстве работать. Это там и риторика, и техника речи, и работы с различными текстами, и рекламными. Вот я, например, веду один из моих любимых курсов «Введение в практику художественного текста», где как раз ребята пишут творческие тексты. Вот, получается, каждый раз боюсь, что получится, и каждый раз радуюсь, когда получается очень-очень неплохо. То есть, вот с точки зрения формирования навыков создавать тексты, писать тексты, вот здесь мы можем помочь. Тем более, если речь идет о как раз-таки текстах на русском языке прежде всего. Хотя, конечно, мы работаем не только с русским языком, и с английским, и с латышским, и с чешским, и с польским. Ну, понятно, что русская филология – это, да, приоритет русской филологии, русскому языку и литературе. Еще у нас звонок есть, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. А я в защиту Толстого хотела сказать. Ведь у Толстого, кроме «Войны и мира» Анны Карениной, есть еще трилогия. «Детство, отрочество, юность». Потом Гарин Михайловский. «Детство Темы», студенты, гимназисты. Ведь многие школьники наверняка найдут что-то общее, потому что так же учились, такие же мысли и тому подобное. То есть у каждого писателя, наверное, можно найти вещи какие-то интересные для школьников. Спасибо. Да, спасибо вам. Комментарий. Ну, как, что можете сказать по этому поводу? Может ли человек с помощью каких-то классических произведений, в том числе, заглянуть в себя? И нужно ли так заглядывать, проводить этот самоанализ с помощью вот таких знаковых произведений? Да, почему нет? Конечно. Да, вот мы об этом и говорим. Литература, искусство – это возможность преодоления дефицитов. Да, дефицитов общения, дефицитов эмоций, дефицитов коммуникации. С этой точки зрения, действительно, это хорошая возможность, которая нам предлагает бесплатная хорошая возможность. Почему бы и нет? И действительно, у писателей это, может быть, и не первого ряда. Вот слушательница вспомнила того же Гарина Михайловского. Есть действительно хорошие тексты, хорошие произведения. Почему нет? Просто, видите, школьный учитель или университетский учитель, он всегда стоит перед проблемой выбора. Ему нужно отобрать, жестко отобрать, потому что определенное количество времени для чтения, для преподавания. Вот, и где уж тут то, вот того второго или третьего ряда, нам бы с первым разобраться. Поэтому, конечно, да. А как меняется вообще программа в течение, например, вот каждый год, в данном случае современной литературы? Потому что мы же понимаем, что 10 лет назад, когда, например, училась я, ну не 10, чуть меньше, но мы проходили, например, кысь. А сейчас, допустим, уже появился там Айфак, улитка ползет по склону Фудзи, Бог видит, что еще появилось. Вам приходится переигрывать эту программу каждый год или раз в два года? И не знаю, что-то уходит, что-то приходит, все же невозможно объять? Программа, курс по современной русской литературе, он создается каждый год. То есть, собственно говоря, вот январь месяц, перед тем, как начинать читать этот курс, делать этот курс, я каждый раз, в общем-то, пересматриваю списки литературы, постоянно обращаю внимание студентов на то, что происходит вот здесь и сейчас. Вот, например, в этом году приведу, хороший пример у нас хорошо получился. Мы вместе с нашими магистрами включились в работу, ну подключились так виртуально к работе литературной премии «Национальный бестселлер». Вместе с жюри выбирали, пытались понять, кто из этого там большого списка попадет в маленький список и станет лауреатом. То есть, мы занимались вот тем, тем же, той же литературой, теми же текстами, которые сейчас волнуют, ну, то самое большое литературное сообщество. Но вам приходится все это перечитывать тогда? То есть, вы должны все эти новинки просто прочитывать, осмысливать, решать, вот достойна она, чтобы быть в программе или не достойна эта новинка, или как это происходит? Ну, знаете, сказать, что я прочитываю все, я тут вас сразу обману, это просто прозвучит слишком амбициозно. Конечно, конечно, нет. Просто есть уже определенный навык отбора произведений, да, и, в общем-то, понимание того, что, ну, стоит, наверное, прочитать. Тут могу сказать, что этот опыт у меня есть, да, поэтому, ну да, читать приходится много, так нам нравится это делать. А дочка читает? Читает. Дочка-филолог, дочка-доктор филологии, куда же, да. Куда же я без ученики, Настя. У нас, да, есть звонок, примем его еще, вы не делаете наушники. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а школьникам старших классов у вас есть возможность попробовать себя в чем-то, например, в риторике? Спасибо. Да, я думаю, что здесь можно сразу добавить еще один мой вопрос. Могут ли завтрашние выпускники либо попробовать себя в каком-то отдельном предмете, или просто походить как вольнослушатель, и только потом поступить? Вот есть ли такая возможность? Вопрос о призвании как раз понять. Конечно, конечно. И, допустим, университет проводит даже специальные акции такого рода, допустим, там День теней, да, НСДН, да, когда к нам приходят потенциальные будущие студенты, и они следуют за, ну, студентом, например, старшего курса, да, кстати, не только он может следовать там и за деканом, и за исполнительным финансовым директором, да, но он может следовать за каким-то студентом и посещать лекции. Ну, конечно, совсем не обязательно это делать, ну, вот в этот конкретный день. Если есть такой интерес, если есть желание, напишите, придите, поговорите. У нас аудитория не совсем, конечно, открыта, да, вот, но будущих студентов мы с удовольствием посадим в эти аудитории, покажем, да. Будущих студентов не испугает, вот они придут, например, на День теней, а у него в этот, а у студента в этот день старославянский, древнерусский, и там орфейпика какая-нибудь сядет, послушает, господи, что это, я хотел книжки читать. Вот это не пугает? Ой, вы знаете, вот трудно сказать, кого что может напугать, да, или кого, например, что зацепит, простите, да, за такой глагол. Поскольку, вот, знаю конкретный случай, как раз-таки старославянский вот заманил, да, зацепил и заманил, да. Это неудивительно, кстати говоря, поскольку, видите, что касается Дня теней, то, конечно, наши преподаватели знают об этом, и мы думаем о том, какие занятия мы в это время проведем. Аккуратно заводится. Аккуратненько, да, чтобы, собственно, не напугать, да, а наоборот, завлечь, привлечь, мы об этом думаем. А потом такой сюрприз, да, 1 сентября, вот у нас пристяпался, да, вот как здорово. Ну, кстати, если говорить о престиже обучения, насколько вот профессия филолога сегодня престижна? Вы знаете, престижно быть хорошим специалистом. Хороший специалист – это тот, который действительно работает по призванию, который делает то, что умеет и получает от этого удовольствие. Ну, просто, вот если говорить, я там, я экономист, это престижно. Если тебе это не дано, да, ну, я говорю, совершенно-таки очевидные, конечно, вещи, вот. А мы знаем, да и вы знаете, и своих коллег, да, тем более наше государство такое очень, очень в этом смысле компактное. Мы не то, что все знаем друг друга, но все-таки, да, знакомы. Вот, пожалуйста, с образованием филологическим, да, получается, очень профессионалы высокого уровня, хорошие специалисты, это престижно, это здорово. Ну, куда может пойти выпускник филологического факультета? Работать? Работать, работать, хочется начать со школы, да, почему бы, собственно говоря, и нет, да. Да, преподаватель, это, кстати, престижно, да, это здорово. Без этого, наверное, в этом мире мы не проживем без подобной профессии. Кроме того, наши выпускники работают во всевозможных переводческих бюро, поскольку знание языков, в том числе и славянских языков, мы предлагаем, это вот пространство медиа, это газеты, журналы, радио, в том числе, да. В том числе, да. В том числе, радио, да, это, ну, вы знаете, тот диапазон от советника президента, вот, наша выпускница Айва Розенбергов, вот, второй раз, кстати, вступила в ту же самую реку, теперь она, вот, помощник пресс-секретарь. Возможности неограничены. Абсолютно, да, от, да, до, вот, от и до, да. У нас еще есть звонок, давайте выслушаем радиослушателя. Доброе утро. Доброе утро. В первую очередь, спасибо радио Болком, что приглашаете людей, которые любят свое дело. Это как-то всегда неподдельно, с первых аккордов, понятно. Очень интересно слушать вашу гостю. У меня один комментарий, один вопрос. Комментарий такой, вы знаете, не только в медиапространстве нужна искусство и вообще навык риторики. Вы знаете, какой дефицит в финансовой области людей, которые могут говорить? Сидят головастые ребята, но совершенно не могут подать то, к чему они пришли. Какой-то вывод, какое-то открытие. Совершенно жуткий дефицит людей, которые обладают именно навыками риторики. Плюс, ко всему прочему, я думаю, в судебной сети вам тоже спасибо скажут, если вы будете выпускать таких специалистов. А вопрос у меня такой. Что вы думаете по поводу античной литературы, именно такой знаковой, как там, допустим, Рене Декарт, Диоген, Марк Аврелий? Вы знаете, у меня такое ощущение складывается, что, по-моему, мы вновь пришли к истокам. Представляете, в начале года на Озон.ру Лао Цзы, искусство войны, не было книг. Просто не было, все было распродано. По-моему, люди у нас опять пришли к ситуации, когда нам не хватает каких-то базовых основ и базовых систем. Очень интересно послушать ваш комментарий. Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Это актуально и сейчас. По поводу, кстати, комментариев нашего радиослушателя, это как раз то, о чем мы говорили. Идеально, если молодой человек получит два образования, одно из них, которое будет филологически. Это действительно дает возможность очень хорошо создавать тексты, устные, письменные. Выражать свои мысли. Да, кстати говоря, мы говорили о том, где, знаете, сейчас развивается, не сказал об этом, сфера блог-культуры, я бы назвала, блогерство. Многие молодые люди видят себя в этом. Вот в этом году у меня даже первая такая работа защитилась по блог-рецензиям. Не хочу сказать, что мы пока специально учим писать тексты для интернет-дневников, блогов. Но наши навыки, думаю, которые мы предлагаем, помогают и в этом. Истоки – это опять то, о чем мы говорим, поскольку в этот мировой литературный канон, разумеется, входит и литература античная. И хорошо, меня очень радует этот факт. Мне казалось, что это никогда не уходило, это всегда было. Кстати, в наших программах мы не отказываемся от классических курсов античной литературы и даже латыни. Поэтому это действительно очень-очень важно. Сейчас считается, что по успеваемости, по точным наукам у школьников такой антирекорд. То есть, как вы можете прокомментировать, вы это замечаете, например, по количеству абитуриентов, которые приходят, или на количество студентов это никак не сказывается? И почему вообще такое отношение к точным наукам вдруг? То есть, их просто плохо преподают или студенты заточены на что-то творческое? Вот буду креативным директором. Не знаю, как, но как-нибудь. Ну, может быть, это тоже, скажем, факт этого года. Я не совсем знаю статистику. Знаю, что в этом году вот как раз-таки этот экзамен точный был сдан не очень успешно. Вполне возможно, что, может быть, мы имеем такое поколение более творческое, гуманитарное. Может быть, это продлится. Не могу сказать, что это меня, знаете, радует, да, что вот неудача у точных наук автоматически влечет за собой успех гуманитарных наук. Я как раз-таки думаю, что вот это деление на лириков и физиков, оно очень-очень условное. И успех как раз-таки и в гуманитарных науках, он предполагает хорошую работу двухполушарий правого и левого, да, и творческого и логического. Придут ли больше, скажем, пришли ли уже, да, набор уже свершился. К нам больше студентов на наш факультет, чем на математический, трудно сказать, да, посмотрим. Ну, как сейчас обстоят дела с набором кадров, скажем так, студентов. Набор, да, набор, бакалавскую программу как раз-таки прошел очень успешно. Здесь все бюджетные места заполнены, и даже, по всей видимости, у нас будут и студенты платные. И пока последних таких точных сведений у меня нет, но успешно прошел и набор в магистрскую программу. В этом году у нас просто такое роскошное предложение. Неожиданно много бюджетных мест оказалось, вот в этом году 15, следующий, например, будет только 7. Вот, да, поэтому... Поторопиться надо. Кто хочет на бюджет, может сейчас поторопиться. Да, может быть, еще стоит и поторопиться, хотя вот сегодня узнаю, осталось ли это одно бюджетное место, которое еще было вперед. То есть, еще есть шанс, возможно, у кого-то. Может быть, да, может быть, у кого-то еще есть шанс. Случается ли, что, например, студент хочет поступить и поступает, может быть, и тут оказывается, что у него нет бюджетного места, что ему надо будет платить, и он не остается учиться? Да, конечно, многие рассчитывают на бюджетное место, и по разным причинам и возможностям, например, платить нет. Такое-такое бывает, да. Но, опять же, хочу заметить, что очень многие выбирают сейчас специальность целенаправленно и готовы, в общем-то, при том, если не попадают на бюджетное место, почему не это платить? Ведь, как правило, кстати говоря, это год. Студент, который целенаправленно приходит на ту или иную специальность, действительно учится. Ну, вот мой опыт показывает, что вот этот через год в результате ротации он попадает на бюджетное место. Это как правило. Все-таки много ли студентов остаются в профессии после окончания университета? Или бывает такое, что гуманитарий становится технарем условно? Надо бы, конечно, больше уделять времени как раз-таки мониторингу этой ситуации, что происходит после того, как мы выпускаем наших студентов в этот большой мир. К сожалению, такой вот картины полной у меня нет, но с теми, с кем я поддерживаю связь, в данном случае спасибо, например, Фейсбуку, да, то остаются, в профессии остаются, да, так или иначе, в общем-то, занимаются. Особенно те, кто, кстати, закончил магистратуру. Там уже целенаправленно, целенаправленный такой выбор уже сделан, да. А бакалавры некоторые уходят в другие специальности, да, действительно получают еще дополнительные профессии. Ну, опять же, с определенным багажом знаний, которые им... Да, да, да. А если после магистратуры, например, студент хочет остаться в качестве преподавателя на этом же филологическом факультете, насколько это сложно сейчас сделать, насколько у вас заняты все места, или, может быть, такая возможность есть, и вы идете навстречу, что-то придумываете для того, чтобы дать какой-то вот такой старт? Есть следующая программа, да, есть докторантура, почему нет, да, и вот есть, ну, конкретно, наверное, я уж говорить с именами не буду, да, но есть интерес продолжить образование. Она популярна. Да, 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 в последнее время, кстати говоря, достаточно, ну, недостаточно часто, там уже совсем... У нас магистратура, знаете, такой штучный товар, да, каждого мы знаем, каждого мы ценим, каждого мы любим, да, а уж докторантура, это действительно... Уже коллеги. Да, это уже коллеги, да. Поэтому поддерживаем, если мы действительно видим талантливых, умных людей, которые понимают, что это им надо, почему нет, пожалуйста, да, путь в путь и докторантуру. Ну, вот мы говорили о том, что возможности после окончания университета не ограничены, но так или иначе студенты, когда приходят, они понимают, кем они будут потом, куда они пойдут работать, или это пока все вот так вот в дымке при поступлении? Вот я как раз говорила о том, что группа складывается из таких, может быть, двух частей, да, молодых и тех, кто уже себя попробовал. Вот те, кто попробовал, уже и приходят более целенаправленно, они действительно понимают, что они хотят, да, и они, кстати говоря, очень вдумчиво даже курсы выбирают для себя, понимая, зачем им это надо. Молодые люди после школы, как правило, объясняют свой выбор тем, я люблю читать, мне нравятся языки, да, я вот, ну, некоторые говорят, я хочу быть редактором глянцевого журнала, да, ну, плохо, наверное, то солдату не хочет быть генералом, но, как правило, это все-таки вот такое представление о том, кем я буду, оно еще не сформировано, к сожалению, наверное. Но также это, это также такой женский факультет, да, у нас-то мальчиков поменьше, девочек побольше, 10 мальчиков. А вот знаете, тоже ситуация меняется, да, в последнее время, ну, если группа у нас там 30-35 человек, то может быть из этих 30-35-10 мальчиков. Ого, ого, так там случайно замуж теперь можно выйти. На нашем просто курсе для сравнения было три мальчика. Да, было три мальчика, один из которых даже не совсем, то есть, поэтому у нас, то есть, у нас был такой адский дефицит, что я до сих пор помню, что такой-то филология – это все-таки женский факультет. Ну, такой же стереотип сформировался. Ну, две трети все равно, девушки, да, это остается, да, филология сейчас, это действительно такой гендерный дисбаланс здесь есть, да, это правда. Но уже не так сильно. Но уже не так сильно, да, не так сильно, да. Да, еще у нас звонок был, ну, вот перезвоните, 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон напрямого эфира. Я напомню, что директор программы русской филологии в Латвийском университете Наталья Шрома с нами сегодня в эфире, и вот звонок есть вновь. Пожалуйста, надевайте наушники, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а вот английская филология предполагает какое-то введение в русскую филологию? Почему я спрашиваю? Я думаю, что овладение другим языком и понимание каких-то тончайших нюансов другого языка невозможно без вводения в совершенстве инструментом родного языка. Просто у меня, я постоянно сталкиваюсь с этим опытом, вот разговаривая на латвийском и на русском языке, или читая что-то на латвийском языке. Спасибо. Да, спасибо вам. Если говорить конкретно о программе английской филологии, то в этой программе есть такой блок, он называется «Контрастивные студии», и программа предлагает целый ряд языков, и не только это французский, немецкий или испанский, но это и русский язык. То есть можно выбрать для тех, кто, допустим, не знает русского языка, почему бы и нет. Естественно, мы тоже в своей программе предполагаем на очень разных курсах вот этот момент сопоставления и сопоставления языков, то есть контакты языков и славянских с неславянскими, и в том числе и сопоставления литератур. То есть мы постоянно думаем вот об этом контексте, о погружении в другие национальные культуры, литературы. Да, конечно. То есть необходимость знать в любом случае язык. Обязательно ли Шекспира прочитать на языке оригинал? С Шекспиром, наверное, чтобы это сделать, тут действительно даже, наверное, бакалавской программы по английской филологии будет недостаточно. Но, опять же, почему бы и нет, если такая цель есть. У нас, что касается нашей культуры, может быть, скажу крамольную вещь, у нас шикарные переводы Шекспира. Я понимаю, что мы, может быть, в большей степени в этом смысле узнаем Пастернака, например, а не Шекспира. Но, тем не менее, да. Ну говоря, кстати, о переводах, вот в том числе писатель Евгений Водолазкин, он тоже у нас был в эфире, он говорил о том, что, читая свое какое-то произведение в переводе, его произведения, как известно, переведены на многие языки, и читая в переводе, иногда ты думаешь, а мое ли это произведение вообще? То есть ты зачитываешься и как будто забываешь, что ты это написал. Вот действительно перевод, он настолько кардинально может поменять и восприятие в том числе читателя произведения? Да, думаю, что в данном случае автор абсолютно прав, поскольку, видите, читая переводные произведения на русский язык, мы их воспринимаем как произведения уже своей культуры, они интегрированы в нашу культуру. Мы, конечно, понимаем, что это Шекспир, Гёте или, не знаю, Байрон, но, тем не менее, еще раз говорю, перевод – это способ включить чужое в свою культуру, и это скорее уже что-то наше, чем, собственно говоря, оригинальные их. Это прекрасно понимаешь, когда видишь переводы, допустим, Пушкина на латышский или английский язык, то есть понимаешь, что это не совсем Пушкин, это нечто другое. А вот насколько вообще популярна русская классическая литература в мире сейчас, на сегодня, как вы считаете? То есть хорошо, Толстого и Достоевского еще где-то на фоне, может быть, кто-то слышал, но в целом, насколько сейчас она изучается, насколько ей уделяется много внимания и времени, насколько она ценится или не ценится? Потому что, если взять там американцев или англичан, не знаю, ирландцев, у них свой огромный плац литературы, который они изучают, а тут вот еще русская классика. Ну, если говорить, конечно, о каноне мировом, да, литературном, то, в общем-то, вы назвали тех, кто туда входит, да, это Толстой и Достоевский, ну, может быть, еще Булгаков, ну, назову имя Набокова, но тут начнется спор, а кто он, да, наш или уже не совсем наш. Ну, пожалуй, наверное, вот если говорить о таком списке, да, он, наверное, будет исчерпан. Это понятно. Интерес есть, кстати говоря, научный, да, ведь огромное количество программ по русской филологии, по словистике во всех мировых университетах. С этой точки зрения интерес, конечно, есть. У широкого, там, читателя, зрителя, может быть, да, кстати, тоже вот интерес к русской литературе проявляются в тех же экранизациях. Правда, опять мы приходим к тому же, в общем-то, небольшому, может быть, списку, да, добавимся, да, еще там по сторонам. Ну, кстати, писатель Михаил Веллер, который также был в нашем эфире, он говорил о том, что тоже довольно, возможно, спорную такую мысль он высказал, она, по крайней мере, многие дискутируют на эту тему, что классика, русская классика, она довольно депрессивна в большинстве своем. Вы согласны с этим, как вы считаете? В том числе ваш любимый Достоевский. Ну, Достоевский, да, и в том числе Иоанна Каренина, как он сказал, она бросилась под паровоз, и в целом, ну, вот, все это вот в таком ключе, на ваш взгляд. Вы знаете, может быть, тут надо говорить не о депрессивности, может быть, как раз-таки о таком важном экзистенциальном опыте, да, который как раз-таки тоже, да, такую прививочку к очень сложным категориям, там, жизни, смерти, предназначения делает. Поэтому я как-то так на это смотрю. Если кого-то это повергает в такое состояние уныния и депрессии, ну, может быть, надо найти более жизнерадостного автора. Например, тот же, мне кажется, Пушкин, он такой солнечный, радостный, да, веселый. Вот, или, скажем, романы, хотя роман Тургенева, может быть, тоже можно прочитать с этой точки зрения. Не знаю, для меня классическая русская литература не депрессивна, это точно. Несмотря, может быть, на трагические, на обилие трагических сюжетов. Она для вас более психологическая, или как вы ее воспринимаете? Ну, потому что, если говорить, ну, не знаю, читать «Преступление и наказание», читать там «Идиот», это не веселые произведения, там юмора, в общем-то, нет. Как вы их воспринимаете? Вы говорите, она для меня не депрессивна. А какая? Ну, то есть, с точки зрения, там, может быть, препарирования человеческой души как-то читать, или как? Вы знаете, я, наверное, в каком-то смысле плохой… Аналитик вы? Нет, в данном случае не аналитик, а плохой собеседник как раз-таки по отношению к этому вопросу. Почему? Потому что, видите, я читаю не столько для того, чтобы узнать, что, а я читаю для того, чтобы почувствовать, как. Поскольку вот мы-то с вами в этом смысле профессионалы, да, меня интересует, я получаю удовольствие от самого языка, да, от этой стихии. Я начинаю читать, и, в общем-то, вот эта стихия, она действительно захватывает настолько, что уже даже и не важно, и не важно, что, да, повторюсь, важно, важно как. Вот как я читаю. Богатство языка, оно перекрывает весь язык. Перекрывает, да, для меня перекрывает, да. Но все-таки какие чувства должны быть у читателя после прочтения, на ваш взгляд, какие-то очищающие быть может? Вот потому что я вспоминаю слова Корнея Чуковского по поводу повести «Человек из ресторана» Шмелева. Он говорил о том, я цитирую по памяти сейчас, прочитаешь, просидишь всю ночь, промучаешься, а потом такое чувство, как будто ты кого-то простил или тебя кто-то простил. Вот это ощущение прощения после прочтения какого-то литературного произведения. Нет, ну, конечно, вот, опять же, вспоминая сегодняшний комментарий радиослушателей, интерес к античной литературе, то есть такую категорию, как катарсис, а очищение, да, сопереживание, и очищение ее никто не отменял. И это, наверное, действительно один из основных эффектов искусства вообще, для чего оно существует, мы с этого с вами начали. То есть социальный лифт все-таки, который может поднять человека на величину его духа. Да, да, вот, его точно никто не отменял. Вот, поэтому, конечно, конечно, это очень важно. Понять, да, очиститься, да, самому пережить какие-то эмоции, которые, может быть, не суждено было переживать вот в этом мире реальном. Ну, вам приходилось все-таки, хотелось бы узнать какой-то небольшой список произведений от вас, приходилось ли вот после прочтения какого-то либо романа, быть может, или даже короткого рассказа о Генри, кстати, между прочим, по-моему, очень емко и коротко, и в то же время доступно. Да, да, новое о Генри, да, 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 это с рождественским подарком. Это книги от Натальи Шром, которая вот мастрит, вот классическая такая литература, которую обязательно нужно сказать, да, я читал, а не так вот не читал, обсуждаю. По крайней мере, эти книги, которые, быть может, ну, может быть, я громко скажу, изменили вас или произвели вот такое вот большое впечатление, о чем мы вот говорили с вами сейчас. Вообще, может быть, привели в эту профессию даже. Хороший вопрос-то привел. Я думала, знаете, вы вчера, да, вы бы всю ночь думали. Я бы всю ночь думала, знаете, вот вопрос филологу, отбери три книги, которые нужно обязательно. Может быть, не три, но не будет у вас ограничивать. Я понимаю, да. Ну, поскольку назвала Достоевского, постольку, наверное, все-таки идиот. Да, для меня это любимейшее произведение, любимейший роман. Вот. Я очень люблю Булгакова. Я понимаю, что это тоже, наверное, такое почти уже массовое... Я надеюсь, что, кстати, это массовое чтение, да, но для меня Булгаков очень-очень любим, и я с удовольствием, опять же, вот если подойду к полочке, возьму роман, дальше, в общем-то, время уже потеряно. Ну, давайте уж так, я понимаю... Современно что-то есть. Да, современно. Вы знаете, в свое время на меня негладимое впечатление произвел Виктор Пелевин, да. Вот. И сейчас я, сейчас Виктору Олеговичу я прощаю очень многое за тот, за то удовольствие, за то подключение к каким-то, какой-то другой литературе, да, 90-х, 90-х годов, да. И может быть, ну почему, тогда уж, наверное, ЧПФ и пустота, да. Я думаю, что это те, кстати, такая визитная карточка 90-х годов, которая остается и сегодня. Поэтому, может быть, вот такой список совершенно-совершенно... Сейчас Наталья Ивановна выйдет и подумает, ой, надо было еще вот это сказать, вот это сказать, и того добавить, да, так это обычно уже происходит? Ну, а дальше список, да, как наши коллеги предлагают с немецкой филологией, список обязательный, в котором 333 произведения. Не 3, а 333, да. Вот, так что... Ну, это уже на 4 года, или это просто первый семестр? Это один курс, да. Просто беспощадный немецкий факультет. 333 произведения. Ой, нет, что вы, это не антиреклама, это, кстати говоря, один из университетов, как раз-таки Германия предлагает такой-такой список. Ну, что ж, да, пора вам заканчивать, к сожалению. Да, напомню я, что директор программы русской филологии в Латвийском университете, литературовед Наталья Шрома была сегодня с нами. Спасибо вам, что вы пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова